Генеральный штаб вооруженных сил Украины ежедневно отчитывается о том, какая ситуация на фронте. И также мы всю эту информацию вам ретранслируем в интерактивной карте, которую предоставляет Американский институт изучения войны. Так вот, город Лисичанск. Уже очень много было сообщений об этом. Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил, что вышли украинские военные из Лисичанска. Он находится вот здесь, показываю вам. Итого, мы уже имеем временно оккупированный город Северодонецк и Лисичанск. И видим, что эту информацию также дублирует и подтверждает Американский институт изучения войны. Также более детально расскажу. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе. И в генштабе также добавили, что продолжают борьбу на востоке Украины. Также хочу вам оперативно рассказать о сводке генерального штаба по состоянию на сегодня, по всем направлениям, по всем фронтам. Сейчас очень много внимания прикуток к Белоруссии, потому что очень много резких заявлений было от самопроизглашенного президента Лукашенко. Но по информации генерального штаба вооруженных сил Украины, на границах с Белоруссией спокойно, никаких отдельных провокаций не наблюдается. И как раз граница с республикой Беларусь, со страной Беларусь, пока что в спокойном состоянии. И генштаб вооруженных сил Украины постоянно сообщает о том, что контролирует всю ситуацию. И в случае чего сразу же будут сообщать об изменении ситуации. На Южно-Бузском направлении российские военные сосредотачивают усилия на недопущении продвижения вооруженных сил Украины на вероятных направлениях наступления. Принимают меры по логистическому обеспечению войск и совершенствуют инженерное оборудование позиций. Это была цитата генштаба вооруженных сил Украины. К слову говоря, сейчас как раз самые ожесточенные бои также продолжаются и в Харьковской области. Кстати, синим цветом выделены те районы, которые освободили вооруженные силы Украины. Красным выделены те территории, которые сейчас временно под контролем Российской Федерации. Ну и стоит отметить также, что на Херсонском направлении сейчас вооруженные силы Украины освободили село Иванков. Также оно выделено синим цветом и постепенно вооруженные силы Украины продвигаются ближе вглубь к Херсону. Также в этой интерактивной карте вы можете это наблюдать.